Это подкаст Сингенты. Добрый день, коллеги. Меня зовут Никита Кадаченко. Я технический эксперт компании Сингента в направлении биологические продукты и питания растений. В предыдущем подкасте мы с вами поговорили о важности такого элемента, как кальций для виноградников. Сегодняшний подкаст будет посвящен теме всей линии продуктов портфельного предложения в направлении питания для винограда. Предлагаю начать по фазам с ранних этапов вегетации и до момента созревания и сбора урожая. Какая потребность в элементах минерального питания начинается у растения ранней весной? В первую очередь, конечно, это азот, фосфор и калий. Но нужны ли они в равных долях или какого-то элемента нужно больше в определенный период для развития растения? Сейчас будем с вами разбираться. В нашем портфеле есть линия водорастворимых НПК для листовых обработок. Это плантофол. Плантофол существует трех марок. Фосфорный, равновесный и калийный. Так вот, для ранних этапов вегетации как раз нужен фосфорный плантофол марки 105410. Для чего он нам так рано, когда еще листовой аппарат не набрал свою мощность и ассимиляционная поверхность листов достаточно мала? А нужен он нам для того, чтобы компенсировать дефицит или возможный недостаток фосфора из почвы? Дело в том, что при низких температурах почвы от 10 градусов и ниже доступность фосфора резко ограничивается. Фосфор замедляет свои передвижения по растению, ищет дополнительные хилатирующие агенты для более эффективного проникновения и транспорта по кусту винограда. Соответственно, если температура еще ниже, фосфор не двигается совсем. В этот период происходят активные фотосинтетические процессы на поверхности. Соответственно, даже самые маленькие листочки нуждаются в фосфоре. Задача Плантофола марки 105410 как раз таки компенсировать этот недостаток. В дальнейшем по пути вегетации растения нам нужен и азот, и фосфор, и калий, так как начинается максимальный вынос элементов минерального питания, начиная с фазы цветения, образования завязи и в дальнейшем по фенологическим фазам. В этот период марка Плантофола 2020 будет идеальным инструментом для контроля физиологических отклонений и поддержки оптимального развития и продуктивности растения. Для того, чтобы в эти периоды помочь растению преодолеть возможные абиотические стрессы, такие как, например, возвратные заморозки или ранневесенняя засуха, а может быть и дожди в период цветения, здесь будет участвовать продукт Мегафол – аминокислотный биостимулятор, направленный как раз таки на поддержание иммунитета растений за счет богатого комплекса аминокислот. Но вы меня спросите, а если сезон выдался удачный, осадки были вовремя и никаких абиотических стрессов не сопутствовало, тогда Мегафол будет отличным транспортным агентом для элементов минерального питания, мезо-, микро- или макроэлементов, а также будет поддерживать общую продуктивность и потенциал растения. Еще одним интересным и очень важным инструментом является аминокислотный биостимулятор Benefit-PZ. Начиная с фазы ягода рисина на винограде начинаются активные процессы клеточного деления. Benefit-PZ способствует запуску клеточного деления на всех уровнях грозди, а также повышает процент ее выполненности, избегая при этом горошения или излишнего перенасыщения ягод водой и минеральными соединениями, что приводит к дальнейшему выпиранию и растрескиванию. Отличительной особенностью продукта Benefit-PZ является работа на уровне физиологии, взаимодействуя с фитогормонами растений. Также вы можете спросить, ягоды мы увеличиваем, а что же с гребнем? Дело в том, что компоненты Benefit-PZ также участвуют в клеточном цикле и самого гребня. Соответственно, гроздь у нас растет и на уровне скелета, и на уровне ягод. И, соответственно, процент дальнейшего выпирания, растрескивания и заселения гнилями у нас снижается. В дальнейшем мы идем по пути вегетации, надеясь и веря в хорошие погодные условия, в оптимальное количество осадков, не забывая, конечно же, за полив, фертигацию, почвенные подкормки. Очень важно, подходя к этапу созревания ягод и дальнейшему их сбору, насытить их максимальным количеством сухих веществ, минеральных соединений, для более качественного винного материала или винограда в свежем виде. Здесь на помощь приходит марка Плантофол 5.15.45 с более низким содержанием азота и повышенным содержанием калия. Как раз-таки такой элемент, как калий, способствует оттоку всех элементов минерального питания, сухих веществ и необходимого количества воды, накопленной в вегетативной части растения в течение всего сезона. Также увеличивается и прочность ягоды, плотность кожуры, что снижает процент травматики при сборе комбайном. Калий, взаимодействуя с ягодой, также может повышать и процент окраса ягод. Но здесь важно понимать, что это напрямую взаимосвязано с температурами окружающей среды в дневное и ночное время. Говоря об окрасе сахаристости плодов без потери качества, мы можем сказать о таком продукте, как свит. Свит — это биостимулятор, который работает на уровне физиологии и содержит в себе богатый комплекс полисахаридов, кальций, бор, магний и цинк. Данный комплекс позволяет получить на выходе ягоду товарного качества, если это виноград в свежем виде, с оптимальным количеством сахаров и сухих веществ, если это винный материал, и, соответственно, усилить покровную окраску ягод на красных сортах. При этом свит будет делать это за счёт именно полисахаридов в составе, которые, взаимодействуя с ферментами, а затем с аминокислотами, будут помогать в ускоренном синтезе пигментов. Не стоит, конечно же, забывать и о кальциевых подкормках по течению всего сезона вегетации. Об этом вы подробнее можете прослушать в подкасте, посвящённом кальцию на виноградниках. А в следующем подкасте мы с вами поговорим о том, как же удержать ягоды винограда от растрескивания. Я думаю, что это очень важная, значимая и в некотором роде наболевшая тема. А с вами был я, Никита Кадаченко. Хороших и качественных вам урожаев. И до новых встреч! Это подкаст Сингенты